вот таких обстоятельствах жить это очень жестко я считаю и очень сложно помощь человеку однозначно нужно и мы все вместе нашим каналом я думаю что поможем ассалам алейкум всем привет ребята сейчас вечер на дворе ко мне обратился из узбекистана подписчик наш брат который снимался социальном эксперименте где он просил еду вот он сейчас остался без квартиры то есть он живет в подвале сейчас я пойду как бы навещу что там происходит каком подвале он живет и может быть чем сможем поможем ему на гендер но это так чисто подушка веса до лет или как мы пойдем покажешься живешь ты уже семь дней живешь подвале а почему мне не сказал сразу понятно обратно видимо он что хотел видеть меня план ты не переживай я тебе помогу обязательно если честно я даже себя в чем-то веню сейчас хотя по сути я не думал что так все будет я говорю я сам как бы до снимался видео сколько там просил у всех тоже о помощи хотя бы рублей 5 просто мне купить я не знаю булочку какой-нибудь еще мне сказали позор никто не такого не сказал я понимаю если ты был бы какой-то бедный реально просил бы и это засняли там на камеру то ладно одно но когда проводишь социальный эксперимент я считаю что ничего тут такого нету и из-за этого выгонять квартиры для своего брата это ненормально я считаю а а сказал живи да показать лишь как он молодец хозяина хозяин россиянин слушаю брат у тебя тепло здесь просто утром те еще покушать сейчас сходим магазин куплю те сразу тогда покушать ребята когда я зашел в этот подвал мне так стало жалко нашего брата из узбекистана я подумал как же ему сейчас тяжело ему надо срочно снять новую квартиру понятно здесь поставим холодно утром доход начинается у меня все матраса отдела вещи все тормоза сотри брат тебя за еще можно хотя есть тут розетка вставлять куда есть вот и вот розет переходники сети я могу прямо сейчас купить ветерок ветерок значит такое и покушать и сейчас возьму уже тебя уже выгоняли ранее до до эксперимента да уже гнали ну что в таких вот условиях жить постоянно это очень сложно я считаю это ты здесь получается кушаешь да у тебя когда зарплата вообще у меня сказал 20 лет сколько тебе придет 25 тысяч ну в любом случае даже если придет 25 тысяч чтобы снять квартиру там все равно как правило цена может быть выше потому что надо отдавать залоги всякие плюс пока найти пока обустроиться так далее я думаю что хотя бы тысяч двадцать тысяч тридцать еще тебе надо надо чтобы квартиру снять сейчас мы с галипом идем покупать ветерок чтобы тепло было и немножко продуктов купим ребята если что реквизиты карты я оставлю закрепленном комментарии в описании я никогда в жизни не давал свои реквизиты вообще никогда но сейчас такой случай что у галипа не у тебя вообще нету карджи ты мне говорил нет ни одной карты нет сбер тоже друзей да нет поэтому мне приходится свои какие-то уже вставлять вот я решил своей жены до можно ветерок пожалуйста какой сейчас вот такой был уже брать это микроволновки нету но можешь салаты какие-нибудь поесть вот все закуплено вот есть вентилятор чтобы что тепло было и немножко еды я думаю что на двое суток примерно точно хватит я думаю что брат мы по-любому тебе поможем я уверен что есть люди кто поможет вот сто процентов нам надо хотя бы тысяч 20 накопить чтобы снять квартиру намного денег не надо что никому не сложно будет там 100 рублей там 50 скинуть и помочь человеку очень ребята мы посмотрим сколько накопится сумма сколько мы сможем галипу скинуть денег после того как сумма накопится мы вместе будем ему снимать квартиру я буду вас оповещать в своих видео и показывать сколько мы денег накопили пока я покажу подписчикам как ты снял квартиру обязательно если мы накопим эту сумму что думаешь вообще вот продвинут от квартиры вот его им сейчас здесь хозяин дал вот подвала пишите ребят что думаете по поводу этого всего я считаю что все мы можем помочь нас много